Приветствую всех любителей игры GO! И всех, кто сейчас находится буквально в одном шаге, чтобы познакомиться с этой замечательной игрой. Когда наша встреча подойдет к концу, вы практически неизбежно тоже будете захвачены GO, так же как миллионы людей во всем мире. Я расскажу вам сегодня об истории происхождения игры, об основных культурных традициях GO и правилах игры, достаточных для того, чтобы сыграть вашу первую партию. Вы готовы? Тогда приглашаю вас в бесконечный путь, начинающийся с первого камня, поставленного на доску. Заварите себе чашку вкусного чая и и приятного просмотра. В пространстве всемирной сети, возможно, вы уже встречались с материалами от игрока GO, за которым скрывается Леонид Бучков. В оффлайн-пространстве мне доводится быть детским тренером по GO, руководителем клуба игры GO стратегия в Тольятти и Самаре, президентом спортивной федерации GO Самарской области, председателем комиссии по развитию GO в Российской Федерации GO, а также на постоянной основе профессионально участвую в ряде коммерческих проектов вне сферы GO. Это если очень кратко. А в комментариях к этому видео вы можете оставить свою историю знакомства с GO, которой, возможно, я был причастен. Я буду очень рад вашим отзывам, лайкам на это видео и подписке на канал игрока GO. Первое, о чем я хочу вам рассказать, это об истории GO в России. Я считаю, что это важно знать. Первое упоминание об игре GO в России под названием «Облавные шашки» появилось в русской литературе в начале 20 века в 1902 году в энциклопедическом словаре под редакцией Бро Гауза и Ефрона. В 1914 году неизвестным автором была выпущена брошюра с описанием правил игры. С тех пор и до начала 60-х годов не было отмечено каких-либо существенных упоминаний о GO в России. В 1962 году группа московских математиков во главе с академиком Постниковым опубликовали статью об игре GO в журнале «Юный техник». Она тогда пользовалась огромной популярностью среди школьников старших классов. В 1965 году появилась первая секция GO в Ленинграде. Но поворотным пунктом в развитии игры GO в Советском тогда Союзе стали публикации в 1975 году в журнале «Наука и жизнь» серии из 12 статей об игре GO. Авторами этих статей были Осташкин и Нилов, которые заложили основы российского GO. В этих статьях был объявлен конкурс решения задач, в котором приняли участие более двух с половиной тысяч человек из различных уголков Советского Союза. В результате было образовано около 80 клубов игры GO. Более чем в 30 городах страны. И с 1984 года, как результат, игра официально признана как вид спорта в России, как вид спорта в СССР тогда. И начались проводиться всесоюзные соревнования. В настоящее время GO в России развивается быстрыми темпами. Региональные федерации и активные клубы есть во многих крупных городах. Из актуальных событий можно упомянуть крупные мероприятия, прошедшие недавно. Это европейский GO-конгресс в Санкт-Петербурге в 2016 году. Недавнее первенство Европы, проходившее в Москве в 2019. И одно из самых крупных событий мирового GO — чемпионат мира среди любителей — пройдет в 2020 году во Владивостоке. Это будет по-настоящему эпическое событие. На нем желательно быть всем любителем игры. История GO. Традиционно возникновение и распространение игры связана со странами Азии, так называемым треугольником драконов — Китаем, Кореей и Японии. В каждой из этих стран есть свои легенды о происхождении и особое отношение к игре и свое название. Сначала пройдемся по основоположнику — по Китаю. В Китае игра называется «Вэй Ци». Является почитаемым искусством, национальным достоянием и развивается как спортивная дисциплина в основном. Возникновение игры и первоупоминания в легендах датируются XXIII веком до нашей эры. Подумайте об этих цифрах. Одна из историй говорит о том, что игру придумал легендарный китайский император Яо, который правил в 2357-2056 году до нашей эры примерно 100 лет и был поистине мифическим императором для всей китайской культуры. Согласно легенде, с помощью игры он рассчитывал развить в своем сыне-приемнике навыки и способности, которые понадобятся будущему правителю Поднебесной. Стратегическое мышление, концентрацию, внутренний баланс и силу духа. Вэй Ци, живопись, каллиграфия и игра на Цинь входят в число четырех благородных искусств Китая, которым должен был владеть каждый чиновник вплоть до XVIII века. В Южной Корее игра называется «Падук» и сильно распространено как азартное увлечение. Игра является по-настоящему массовым явлением, играют 9 миллионов корейцев из 49 миллионов населения. Есть места, где играют на деньги, так называемые баннеги. О времени появления игры в Корее говорить сложно. Есть некоторые упоминания, что среди жителей первого феодального государства Кореи, которое называлось Когурё, которая существовала с 277 года до нашей эры по 668 год нашей эры. Падук пользовался огромной популярностью. В период Корео, которая была наследницей Когурё, талантливые игроки Падук назывались Куксу и в середине XIII века они даже выезжали за границу, чтобы играть в Падук с другими мастерами других стран. Го – это исконно японское название игры. Благодаря большому вкладу Японии в развитие и популяризацию игры, в Европе, России и Америке распространена именно японская версия названия этой игры – Го. Для Японии Го – это традиционное искусство и культурное явление в большей степени, чем спорт. Все самые дорогие и красивые комплекты, церемонии. Этикет Го имеет происхождение из Японии. Появление Го в Японии можно датировать примерно VII веком нашей эры и связано оно с правлением принцессы Кокин и министром Киби Но Макиби датируется конкретно в 735 году нашей эры, когда Киби Но Макиби привёз игру Го из Китая в Японию в качестве яркого примера китайской культуры, которая хорошо бы заимствовать. Позднее расцвет Го в Японии связывается с военачальниками Ода Набунага, Тойтоми Хиде Йоси и Токугава Ийасу, если эти имена вам что-то говорят. Это происходило в 16-17 веке. В 1588 году, это важная дата, был проведён первый большой турнир, в котором победил буддийский монах Никай, наставник военачальника. И в 17 веке появились первые четыре дома Го, которые соревновались между собой и активно развивали Го. 1588 год, это первый, можно сказать, настоящий турнир по Го, зарегистрированный в истории игры. Легенды и мифы. Существует огромное количество легенд, мифов, сказаний, художественных произведений, связанных с Го. От древних манускриптов до современных бестселлеров. Упомяну лишь несколько наиболее популярных ярких историй, которые принято рассказывать при первом знакомстве с игрой. Первая легенда о двух великих мастерах меча, которые жили в одно время, и один был разбойником, и другой наставником императора. Однажды они встретились на перекрёстке и готовы были уже сразиться, но предпочли сыграть партию в ближайшем трактире. Они осознали силу друг друга за партией и разошлись мирно. Это вот первая история, очень простая. Вторая. Другая легенда рассказывает про мудреца, который белыми камешками из реки рисовал образы окружающей природы и познавал мир. К нему пришёл бессмертный странник, который указывал людям на их недостатки, выставляя перед ними чёрные камни. Мудрец и бессмертный начали выставлять по очереди чёрные и белые камни на пне. И так, согласно преданию, началась первая партия в ГО. Это тоже очень интересная история. Третья история рассказывает о мальчике, который искал и нашёл двух бессмертных, играющих в ГО под тутовым деревом, чтобы попросить их изменить свою судьбу в Вечной книге. Ему было предсказано 19 лет прожить, а он попросил их изменить судьбу на 91 год. Он кормил и поил их, пока длилась партия. И потом они выполнили его просьбу. Всё закончилось хорошо для мальчика. Четвёртая история. Очень яркая, я люблю её рассказывать для взрослых. Это история о военачальнике, получившем ранение при штурме крепости. Он отказался от наркоза и велел врачу делать операцию на руке по удалению ядовитой стрелы, пока он будет играть в ГО. Он считал, что это отвлечёт его от боли. Ну и собственно это помогло врачу сделать операцию. Пятая история рассказывает про дровосека, который встретил двух бессмертных, играющих в ГО в лесу и настолько долго наблюдал за их партией, что древко его топорище успело сгнить. Всё это естественно очень краткий пересказ и вы без труда сможете найти эти и другие истории, а ГО в полном виде это очень увлекательно. Если уж мы затронули тему творчества, и если вы всерьёз решите заняться ГО, то есть произведения искусства, с которыми я рекомендую ознакомиться в обязательном порядке. Из книг советую мировой бестселлер «Шаньса, играющая в ГО» и достаточно интересную историю «Первый Кью» автора Хон Сун Ва. Я надеюсь, всё, что я рассказываю, вы куда-нибудь записываете или просто сохраните эту презентацию. Из фильмов обязательно посмотреть документальное кино «Альфа ГО». Это современный фильм, спортивная драма. И очень советую корейский боевик «Камень». Для тех, кто любит китайское кино, советую фильм «Белая месть». Детям, да и взрослым тоже в обязательном порядке надо смотреть японские мультсериалы «Хикару и ГО» и китайский мультсериал «Игрок ГО». Увлекательно и для детей, и для взрослых. «Хикару и ГО» — это вообще культовый мультсериал, через который познакомились с ГО, наверное, половина российских современных игроков. «Хикару и ГО». Запомните это название и посмотрите. «Гравюры, фотоколлекции на тему ГО» — это то, что тоже станет вашим хорошим спутником в освоении игры. Современные тренды таковы. До недавнего времени было принято говорить, что ГО — это последняя игра, в которую компьютер не может обиграть человека. Но с 2016 года всё изменилось, и искусственный интеллект от Google DeepMind превзошёл способности сильнейшего из игроков, и именно об этом эпичном событии рассказывает рекомендованный мной фильм «Альфа ГО». Смотреть обязательно. Сейчас уже много самообучающихся алгоритмов соревнуются между собой на высочайшем уровне игры недоступным человеку. И надо признать, это современный тренд. Партии таких программ привлекают многих игроков в стремлении стать лучше и открыть в ГО новые горизонты возможностей. Усилиться значительно в игре. Увлечение ГО. Что побуждает нас играть в неё снова и снова? ГО увлекает. Это бесспорный факт. Начинать играть в ГО — это безусловный риск того, что эта игра и эта практика изменят вашу жизнь. Каждая партия уникальна и имеет практически бесконечное количество ветвлений и возможностей развития. В игре мы находим глубокую интеллектуальную и духовную борьбу с партнёром в чистом виде. Это общение, которое происходит без слов. И в конце партии мы наглядно видим результат всех достигнутых нами договорённостей и уступок. Соревнования по ГО — это чаще всего мероприятие ради процесса, в нём участвуют и новички, и мастера, и каждый остановит свой реальный уровень во время турнира. Стремление стать сильнее себя, а не соперника, сильнее себя вчерашнего, превзойти сухие цифры своего рейтинга и сделать гениальные победные ходы в серьёзных партиях — это то, что мы обычно ожидаем от соревнований и ради чего, собственно, в них и участвуем. Сама атмосфера, культура и этикет игры привлекают в угол людей высокой культуры мышления, обуславливают её популярность среди предпринимателей, политиков и творческих людей различных профессий. Пожалуй, это основное, что стоит вам знать для начала о том, что находится за пределами игровой доски. Будем переходить непосредственно к игровому процессу и правилам игры. Если кратко, то в ГО играют чёрными и белыми камнями на доске 19 на 19 линий, образующих 361 игровой пункт в пересечениях. Камни ставятся по очереди до момента определения окончательных границ обоих игроков. В правилах мы имеем дело с тремя основными концепциями ГО. Первое – это борьба за территорию игрового поля. Кто оградит больше, тот и побеждает. Это основная цель ГО – огораживать территорию. Второе – захват камней и групп соперников в плен. Вам предстоит бороться с вторжениями в свою территорию и вторгаться самому, чтобы уменьшить владение соперника. И третье – определение живых и мёртвых групп на момент окончания партии по правилу двух глаз. Далее я о всём этом буду рассказывать поподробнее. Готовы? Поехали! Доска и камни. В реальности вы можете иметь дело с игровыми полями по ГО в трёх основных форматах. 9х9, 13х13 и 19х19. Поля меньшего формата 9х13 используются на этапе первоначального обучения и для более быстрых партий. Когда времени на полноценную партию нет, а сыграть в ГО хочется. Основные соревнования и все материалы по ГО, как правило, ориентированы на формат 19х19. Правила игры универсальны и не зависят от размера и формы игрового поля. В ГО первыми ходят всегда чёрные. Это важно. Устанавливают камень в любое пересечение доски. Далее ставят камень белые в любое свободное пересечение. Так продолжают до завершения партии, когда все границы будут надёжно очерчены. Камни не передвигаются по доске и могут быть сняты с доски только в случае захвата соперника. Территория. Для понимания принципа территории приведём вот такую позицию. Она вряд ли может случиться в реальной партии, но даёт понимание, как считается огороженная территория. Территорией и очками игрока считаются полностью огороженные участки игрового поля. Каждый свободный перекрёсток приносит одну очку. В левом верхнем углу чёрные огородили 9 очков, в правом нижнем белые огородили 16 пересечений очков. Посмотрите внимательно и попробуйте пересчитать. Формы территории могут быть абсолютно различными. От углов и на стороне огораживать территории легче, требуется меньше камней. В центре, чтобы удерживать 9 очков, потребуется минимум 12 камней. Что в 2 раза больше, чем 6 камней для удержания 9 очков в углу. Это очень важный стратегический уже принцип, на который надо ориентироваться. Играем от углов на стороны и потом только начинаем бороться за центр. Захват камней. Каждый камень на доске имеет 4 дыхания, в общем случае. 3 или 2 дыхания у камня есть на краю доски или в углу доски. Если камню перекрыть все соседние перекрёстки дыхания, то он будет захвачен в плен и снят с доски. Обратите внимание, что для захвата достаточно перекрыть только соседние перекрёстки по линиям доски. Перекрёстки по диагонали перекрывать нет необходимости. Аналогично захватывать можно крупные группы соперника и такие, и такие группы. Каждый захваченный в плен и снятый с доски камень в конце игры принесёт дополнительное очко при подсчёте. Вместе с тем не стоит слишком увлекаться охотой на камни соперника, чтобы не упустить с поля зрения формирование зоны влияния и территории на большей части доски. Но в то же время, если у вас есть возможность захватить камни соперника, то обязательно эту возможность используйте. Как например в этом тактическом приёме. В процессе игры соперник использует различные тактические приёмы. И различные уловки для захвата камней соперника. Один из таких приёмов, захват в лестницу, широко используется в игре. Он сейчас перед вами. Он заключается в последовательной атаке камней соперника. Каждым ходом оставляем в группе одно дыхание. Гоним эту группу к краю доски. И в конечном счёте захватываем их. Нужно своевременно увидеть тенденцию и не пытаться спасать обречённые камни, чтобы не потерять больше. В данном случае чёрные уже фактически проиграли партию. Потому что они потеряли все свои камни. У белых все камни на доске и влияние во всех частях доски. Это лишь частный пример того, чем оперируют игроки в построении тактических планов. Они могут оперировать с продолжением позиции на много ходов. До 50 ходов может быть продолжение этой лестницы. И это важно увидеть наперёд. Но это видится не через просчёт, а через концепцию. Если игрок понимает концепцию ситё, лестницы, то он уже такие ситуации видит без пересчёта. Он понимает, что камни гонят к краю доски и там их захватят. И не пытается их спасти. Есть японская пословица. Не знаешь ситё, не садись играть в го. Ситё это лестница по-японски. И поэтому я привожу здесь этот пример, чтобы на вас данная поговорка больше не действовала. Теперь вы знаете ситё, можете садиться играть в го. Важный аспект заключается в том, чтобы распознавать разрешённые и запрещённые ходы. Это бывает сложно для начинающих, но ничего сверхъестественного здесь нет. Запрещено ставить камни в такие пересечения, где у него или у группы не будет свободных дыханий. Исключением является ситуация, при которой таким ходом вы и сопернику перекрываете последнее дыхание. Что приведёт к захвату камней соперника. И как, например, в левом верхнем углу. Чёрные могут поставить в свой камень восклицательный знак, поскольку это захватывает белые камешки. Это ход разрешённый. Где крестиком у нас запрещённые ходы, туда нельзя поставить чёрные камешки. Это будут самоубийственные ходы. В восклицательном знаке отмечены разрешённые ходы. Вот здесь, где крестик внизу, белым уже нельзя поставить свой камень. И вот в эти пересечения белые камни ставить нельзя по правилам игры. К отдельным ограничениям на допустимые ходы относятся правила КО, которые запрещают повторение позиций на доске. Подобные ситуации могут возникать при захвате одиночных камней. И запрещают обратный захват одиночного камня следующим ходом. Подробнее это правило проиллюстрируем позже, когда будет разбор демонстрационной партии. Но вот здесь вы можете увидеть ситуацию КО прямо в центре доски. Белые могут захватить чёрный камень, поставив камень в восклицательный знак. Будет казаться, что чёрные смогут захватить этот камень обратно. Но это будет им запрещать правило КО на повторение позиции. Иначе по одному камню белые и чёрные будут съедать здесь в центре до бесконечности. Это пример ситуации КО. Но про это подробнее мы ещё поговорим сегодня. К моменту завершения партии очень важно уметь правильно определить статус той или иной группы. Считать её с живой или потенциальными пленниками. Проверить это можно экспериментальным способом практически всегда. Попробуйте захватить. Если получится, то группа мёртвая и была изначально. Если не получится захватить, то изначально группа была живой. Просто пытайтесь её убить, уменьшив количество её дыхания до нуля. Перекрыв последнее дыхание, захватите группу. Если это сработает, значит группа мертва. Если не сработает, значит жива. На практике опытные игроки говорят о наличии группы двух глаз. Или возможности построить два глаза. Чтобы считать группу живой. Глаза представляют собой разделённое пространство внутри одной группы. Здесь у вас приведены несколько групп с двумя глазами. Последовательно атаки группы с двумя глазами приведут к тому, что внутри этой группы будут два запрещённых пункта для хода соперника. Места, где у камня соперника не будет свободных дыханий, но всё ещё не захватывающих группу соперника. Ну вот как в левом верхнем углу, вы не можете ни в один из пунктов поставить белый камень, потому что для белого камня это самоубийство. А у чёрного есть альтернативное дыхание. За счёт чего группа чёрных выживает. Если группа после последовательных атак соперника остаётся последним перекрёстком дыханием, то эту группу можно захватить, поставив камень в этот пункт. Это как в правом нижнем углу. Немного попрактически. Здесь достаточно поставить белый камень в крестик, и вся группа чёрных погибает. А чёрным ход в крестик, ну в принципе делать нельзя, это самоубийственный ход. Эта группа с одним глазом, этот один глаз у чёрных можно выбить. Немного попрактиковавшись и проверяя возможность захвата группы, вы научитесь заранее определять, какая группа живая, потому что у неё есть два глаза, или можно построить два глаза. А какую группу захватить нельзя? Ну, а какую группу захватить наоборот можно, если у неё только один глаз, или в принципе нет внутреннего пространства вовсе. Это понимание придёт с опытом и с решением специальных задач погона жизни и смерти. В процессе игры в какой-то момент наступает ситуация, когда больше не остаётся полезных ходов для обоих игроков. Обычно это происходит тогда, когда границы уже надёжно очерчены, камни вдоль границ стоят вплотную, места для перспективных вторжений не осталось, и отдавать лишних пленных уже не стоит. В свою территорию ходить тоже не стоит, поскольку она будет считаться именно по свободным, незаставленным пересечениям. В сложившейся ситуации игрок говорит пас, что также считается ходом. Если соперник также не видит хороших ходов, то отвечает пас. И на этом игра заканчивается. Переходят к подсчёту очков и выясняют, у кого территория с учётом пленных окажется больше. Всё очень просто. Как считаются очки? При подсчёте очков в онлайн-партии вам сразу будет известен результат. В живой партии после двух пасов подряд игроки обычно формируют территорию, удобную для подсчёта. Пленников возвращают и выставляют на территорию к сопернику. То есть если вы захватили 10 чёрных камней, то вы к чёрным выставите на территорию 10 камней, которые захватили ранее. Это делается, чтобы не считать их отдельно. Камни можно сдвигать к общим границам, чтобы сформировать удобные для подсчёта формы. Оставшиеся свободные пересечения подсчитывают. По спортивным правилам принято давать белым компенсацию 6,5 очков. За право первого хода, которое есть всегда у чёрных. Так называемые коми. Размер дробного коми уравнивает шанс игроков на победу и исключает возможность ничьи. Ничьи в го не бывает. Как минимум на полоочка у одного из игроков окажется больше. Это тоже надо знать. Ничьи в го не бывает. Прежде чем мы посмотрим партию, мы поговорим с вами об этикете. Прежде чем приступить к игре, вы должны об этом знать. Го исторически была игрой аристократии, правителей, военачальников и сложились определенные традиции и кодекс поведения. Перед началом игры принято делать добрые пожелания своему сопернику. Желаем красивой игры или приятной игры. По традиции более сильный игрок играет белыми камнями. При равенстве сил цвет разыгрывается по нигире. Нигире это способ определения цвета игроками. Кто каким цветом будет играть. Изначально перед игроками стоят либо черные, либо белые камни. И тот, перед кем черные, выкладывает один или два камня на выбор. Игрок, перед которым стоят белые камни, выкладывает одновременно небольшую горсть камней в закрытой руке. Они открывают одновременно черные один или два, белые горсть камней. И далее проверяют на счет нечет. Если совпадает четные и четные, например, два камня и четыре камня. Или нечет и нечет. Один камень и пятнадцать камней. То игроки остаются при своем цвете. Если не совпадает, то меняются чашами с камнями. Перед кем стояли черные, отдает черные сопернику. Перед кем стояли белые, отдает белые сопернику. Первый ход черными делается, по традиции, в правый дальний угол доски. Это ход к сердцу соперника. И зона наиболее комфортная для восприятия. Это символизирует дружеский настрой и приглашение к беседе. Камни всегда берутся кончиками указательного и среднего пальца. И также ставятся на доску или снимаются с доски при захвате. Так же, как показано на картинке. Это позволяет делать более точную постановку камня и не задевает соседних камней. Принято твердо придерживаться своих решений. И делать каждый ход надо очень обдуманно. По этикету и по кодексу игры неприемлемо запрашивать переход хода и передвигать свой камень. После того, как отпустили его. В конце партии при любом исходе игроки вежливо благодарят друг другу за полученное удовольствие от партии. Благодарю за игру. И вместе собирают камни. Это, пожалуй, основные правила этикета. Желательно их соблюдать в каждой партии. В настоящее время уже во многих крупных городах есть сложившиеся клубы и сообщество игроков в ГО. Места, где вы можете прийти, поиграть в ГО и хорошо провести время. Есть практика обучения игры ГО в школах для детей. Иногда это бывает доступно и в неурочные дисциплины, аналогично шахматам. Во многих ведущих вузах России есть секция ГО. Уточняйте это. При поступлении выбирайте тот вуз, в котором есть секция ГО. Крупные корпорации, особенно в сфере IT-технологий, очень часто поддерживают и развивают свои корпоративные ГО-сообщества. Если же подходящего напарника в вашем городе не удается найти, остается играть на онлайн-серверах, на КГС или на онлайн-го.ком. Набравшись опыта, можно попробовать создать свой небольшой клуб или обучить игре друзей и знакомых. Кто ищет, тот найдет, или создаст возможности поиграть вживую. Вживую играть всегда намного интереснее. Теперь мы непосредственно с вами добрались до партии. Сейчас мы с вами посмотрим примеры партии 9х9, а потом партии 19х19. Чтобы вы имели представление о механике и процессе игры. Кто досмотрит разборы до конца, выдам еще несколько интересных фактов. Мы не будем сейчас рассматривать слишком подробно партии, лишь пробежимся по игровому сценарию. Как может проходить игра одна из многих. Переключаемся. Итак, перед нами игровое поле 9х9. Первые всегда ходят черные. Белые отвечают. Играют черные. Как правило, игроки начинают играть повыше. У каждого есть какой-то свой замысел на игру. Например, белые решили на правой стороне построить себе территорию. Но у черных тоже есть некоторый замысел построить территорию на нижней стороне. И замыслы черных и белых в данном случае расходятся. И неизбежно они вступают в определенный конфликт, в котором разрешится судьба камней. И у каждого получится какая-то зона, какой-то участок территории. В данном случае белые уже захватывают первый черный камешек. Это не является чем-то критичным для черных. Это вполне осознанная была жертва. Но второй камень черные отдавать не будут. И соединят все свои камни в единую крепкую группу. Белые развиваются по правой стороне и по верхней стороне. По нижней стороне усиливают свои позиции. Черные тоже не отстают. И в конечном счете мы приходим к разделу доски на две примерно равные части. Черные используют край доски для того, чтобы немножко проползти в территорию к белым. В данном случае они защищают два своих камешка, соединяя их с основной группой. И белые от всяких разных приключений забирают два черных камня. Они не захватывают их до конца. Понимают, что ходом в Аш-4 они в любой момент эти черные камни могут добить. Черные тоже это понимают. И дальше уже не тыркают с этими камешками. Не пытаются их спасти. Игроки догораживают территорию. И примерно сейчас игроки пришли уже к окончательному результату партии. Хороших ходов в этой игре больше нет. Вторгаться на территорию соперника бессмысленно, потому что там захватят камни. Вот эти два черных камешка яркий тому пример. Развивать их дальше не имеет смысла. Белые могут захватить их одним ходом. Вторгаться не имеет смысла. Лишние камни ставят свою территорию. Тоже не имеет смысла. Если мы сейчас взглянем на то, какой у нас расклад по счету. То нам подсчитают, что белые выиграют на 6,5 очков коми. Это как раз таки 6,5 компенсации. И мы можем посчитать без труда, что у черных территории столько же, сколько у белых территории. Плюс два захваченных камня. В данном случае у нас получилась абсолютно сбалансированная партия, где у игроков без коми было бы равное количество очков. Но учитывая, что у белых есть комбенсации за первый ход черных, белые выиграют на 6,5 в этой партии. Следующая партия, которую мы посмотрим, это будет партия на доске 19 на 19. Как можно было заметить, партии на доске 9 на 9 весьма скоротечны, но совсем непростые и содержат множество тактических возможностей. На доске 19 на 19 к общей тактике добавляется огромная глубина стратегии, возможность применять интуицию для поиска лучшего рисунка игры. Давайте посмотрим партию 19 на 19. Выглядеть это будет примерно так. Черные играют в правом верхнем углу. Ход ближайший к сердцу соперника. Если бы мы положили эту доску, это был бы правый дальний сектор доски. Игроки желают друг другу приятной игры перед началом партии и вначале обозначают свои зоны влияния в разных частях доски. Есть различные варианты хода. В данном случае я пролистаю партию достаточно быстро, чтобы вы увидели, как оно происходит в динамике. Для начинающих игроков это может быть не до конца понятно, но если немножечко постараться, вы увидите общую тенденцию. Черные захватывают территорию на правой стороне доски. У черных намечено большое пространство на нижней части доски. У белых хорошая заготовка в верхней части доски. Есть намеченная территория в левом нижнем углу доски. И какая-то территория у белых скорее всего будет в правом нижнем углу. Дальше от этих стартовых заготовок игроки продолжают развивать свои позиции, пытаются сохранить идею строения объемной территории. Где-то у них проходят границы, но черные предпринимают некоторое вторжение и пытаются не допустить, чтобы у белых получилась слишком большая территория. И вот эти вот камешки, они немножечко выбиваются из общей канвы игры. Кажется, что черные запустили белых в свою территорию и попытались вторгнуться в территорию белых. Дальше черные пытаются соединить свои камни. Белые укрепляют свои позиции. И постепенно формируются уже более надежные стенки, более четко очерченные территории. Но игроки по-прежнему продолжают штурмовать эти территории, пытаются пролезть по краю доски, поприжать немножко черных, оставив им очков поменьше. Слишком большой объем тут формируется у черных и белые всячески его пытаются уменьшить, надавливая с различных частей. Черные тоже не отстают и пытаются перехватывать инициативу, продавливая территорию белых в различных пограничных точках соприкосновения. Как видим, игроки очень часто переключаются между разными частями доски, поиграют в одной части доски, поиграют в другой части доски. Каждый ход надо оценивать в те места, где ход будет самым ценным, где он принесет больше всего очков. Но при этом иногда удается игрокам провернуть хитрые комбинации. В данном случае мы видим, что вторжение белых в R15 являлось цепочкой большого замысла и приведет впоследствии к потере камней черными. Белые смогут захватить несколько камней. Они пытаются здесь сопротивляться, но в итоге черным приходится отдать достаточно много. И вот эти камни у нас за черных будут потеряны. Они уже находятся в окружении белыми камнями. И, соответственно, это уже существенная потеря для черных в этой партии. Черные предпринимают некоторые попытки вторжения в угол белых. Построить там группу с двумя глазами, но грамотные действия белых препятствуют этим попыткам. И черные в какой-то момент бросают идею выжать этими черными камнями. Пробовать идеи в игре нужно. На идеях строится игра в принципе. У кого идей больше и у кого они более качественные, тот в конечном счете и побеждает в партии. Естественно, оценкой всему является объем построенной территории. В данном случае игра уже потихоньку переходит в финальную фазу. У игроков формируются окончательные границы. И все, что на доске происходит, становится более определенным. Различные участки доигрываются до конца. Здесь белые вынуждены были доесть черные камешки. Обратите внимание, если бы белые сейчас не сходили в О14, то черные сходили бы в О14 и захватили вот эти белые камни. Тут была взаимная угроза. Но поскольку ход за белыми, они первые захватывают черные камешки. У белых эта ситуация была под контролем. Немножко доигрываем в пограничных территориях. Черным нельзя сразу соединяться в Т-19, поскольку белые тогда их захватят в Т-17. Поэтому черные сначала защищаются в Т-17. Но белые не стали добивать черный камешек, влезать в К-борьбу. Вот здесь могла бы быть К-борьба на самом деле. Белые могли бы не спасать, а съесть от камня. И черным уже нельзя играть в Т-19. Им надо играть в другом месте. Если белые сыграли в другом месте, то через ход черные могут съесть белый камешек. Это называется К-борьба. В данном случае она у нас произошла на краю. Белые сыграли в другом месте, черные сыграли в другом месте. Через ход белые могут съесть камень. В тот же самый ход нельзя съедать камень обратно, поскольку это приведет к повторению позиции и запрещено по правилу Ко. Но это вот такая небольшая техническая деталь. На этом партия завершилась. Мы можем увидеть сколько очков. По-хорошему в этой партии... Белым не стоило, конечно, играть в свою территорию. Но черным надо было бы защищать свой камешек. И в данном случае мы можем увидеть, что на левой и на верхней стороне получилась очень существенная территория белых. В правом нижнем углу тоже получилась территория белых. Территория черных в центре. И на правой стороне оказалась в целом меньше на 22,5 очка. С учетом 6,5 коми в пользу белых. Это существенный выигрыш белых. Ну а для вас, я думаю, это существенное представление о том, как может происходить процесс игры. Как выглядит итоговая позиция на доске. В данном случае все границы белых и черных четко очерчены между собой. Никаких пограничных ходов не осталось. Вторгаться куда-либо уже достаточно бесполезно, потому что это только добавит пленников. Делать лишние ходы в свою территорию тоже в данной ситуации не имеет смысла. Это будет уменьшать вашу территорию. Ну что ж, надеюсь, вам стало немножко понятней то, как играют в ГО и то, как происходит партия. Ну а мы вернемся к нашей презентации. Пожалуй, один из самых важных и распространенных вопросов. Как расти в понимании ГО? Как сделать это быстрее и эффективнее? Особенно, если речь идет о самообучении без тренера. Попробуем ответить подробно. Конечно, лучше обучаться с тренером. Но первое, что надо понимать, это то, что ГО – это культура мышления. Здесь надо научиться мыслить, как бы странно это ни звучало. Для этого очень важна практика вести рассуждения. Рассуждения о происходящем на доске. Озвучивать свои мысли в формате. Я хожу сюда, потому что. Мой замысел в том, чтобы. Мне кажется, соперник задумал следующее. Я вижу, что моя территория намечается здесь, а у соперника здесь. Как правило, тренер задает эти вопросы в процессе обучения и корректирует ваши ответы. Дает вам обратную связь, насколько вы правильно мыслите. Но можно попробовать это делать и самостоятельно. И в этом, безусловно, будет большая польза для вашего быстрого роста. Второе – это, конечно, внимательность. Внимательность к деталям и обнаружение закономерностей в игре. Этому очень хорошо способствует решение задач на жизни и смерти. Или задача на поиск лучшего хода. Обязательно стоит уделять этому внимание и время. В-третьих, большим подспорьем будет чтение учебных книг, просмотр учебных видео и разборов партий. Например, много таких разборов можно посмотреть на канале Игрока.Го. Подписывайтесь. Это даст вам понимание о техниках. Но не заменит собственного живого рассуждения и размышления. Нельзя просто пассивно смотреть разборы. Надо рассуждать, размышлять, строить свои идеи, строить свои гипотезы. В остальном, как только вы получите первый опыт игр и побед на большой доске, вы можете подключаться к соревновательной практике. Участвовать в турнирах и пробовать свои силы в партиях с опытными игроками. Не надо ждать, когда у вас будет первый дан, профессиональный уровень, чтобы начать участвовать в турнирах. Начинайте, как только начнете играть на большой доске и хотя бы иногда выигрывать. Хотя бы одну-две партии выиграли, все, можете идти на турнир. Пробуйте свои силы с опытными игроками. Есть, конечно, различные тренировочные модификации игрового процесса, которые применяются для отработки различных навыков. Как правило, их дает тренер, но на просторах интернета тоже различные позиции с предустановленными камнями, с предустановленными позициями можно найти и на них потренироваться. Это все ведет к улучшению, повышению силы игры. Ну а теперь немножко я вам расскажу о том, что находится за гранью Го, то, чем можно развлечься. И в Го есть по-настоящему огромное количество развлечений для опытных игроков. Формально все это лежит за гранью классического Го, но нередко практикуется игроками, и практикуется в клубах, и то, чем развлекаются. Одна из самых ярких вещей – это цветной Го на четверых и более игроков. Игры втроем с ходами по очереди по правилам Го. Го-покер, 300 спартанцев, фантомное Го, ну и другие развлечения. Есть целые Го-квесты, императоры и советники, например. Есть более официальные виды развлечений, такие как парное Го и командное Го. По ним проводятся официальные соревнования. Парное Го называется Ренго, командное Го – это командное Го. И тоже очень увлекательно, когда вы выступаете одной командой на турнире. Иногда игроки экспериментируют с оригинальными формами игровых полей, там в форме зайчика, в форме черепашки, с вырезанным центром и так далее. Говорят, что для полного постижения Го не хватит жизни, но если все-таки на этом пути вам вдруг взгручнется, просто знайте, что есть и такое. Так что же такое Го? Давайте подведем небольшие итоги всего сказанного и рассказанного сегодня. Что же такое Го? Го – это интеллектуальная игра, которая весьма хороша для развлечения интеллектуального досуга. Так она чаще всего и используется. Это официальный вид спорта и возможность участвовать в соревнованиях от уровня клубных турниров до мировых чемпионатов. Это очень серьезный подход и очень классный, если вы этим будете заниматься профессионально. Это послужит большим инструментом для развития. Го – это искусство с глубокой традицией, культурой, определенной философией и моделью мировосприятия. Изучение мира вокруг Го – это порой столь же увлекательно, как сама игра. Многие игроки, в принципе, отказываются от спортивной карьеры ради того, чтобы посвятить себя именно культурному и традиционному осмыслению игры. И они считают, что турниры все портят. Я же считаю, что есть место и для одного, и для другого. Постижение культуры Го вовсе не отменяет возможность участия в турнирах. Ну и, пожалуй, основная роль Го в современном мире, да и всегда так было, по большому счету, это то, что игра является хорошим тренингом по всестороннему развитию мышления и возможностей сознания. Регулярная практика Го для человека дает существенные преимущества практически в любой сфере деятельности. Думать, мыслить нужно везде и всегда. Я благодарю вас за внимание. На этом все. С вами был Леонид Бучков. Подписывайтесь на канал игрока Го. Ставьте лайки и рассказывайте всем друзьям о замечательной игре Го, чтобы было с кем сыграть партию на досуге. До новых встреч и приятной игры! Продолжение следует...